Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы найдем ответ на вопрос, какой месяц был наилучшим с точки зрения объема продаж. Для этого построим линейный график. И также ответим на вопрос, какой продукт обеспечивает наибольший объем продаж в каждой из продуктовых категорий. И создадим карту дерева. Перейдем к нашему приложению. Нажмем кнопку «Изменить». И добавим линейный график на наш лист. Давайте добавим график снизу под нашей линейной диаграммой. Перетащим измерение месяца. На диаграмму добавить «Манс» и «Годы». И добавим меру. Это объем продаж. «Sales сумма». Вот мы видим на графике, какой месяц нам дает максимальные продажи. Это у нас шестой месяц июнь. У нас в июне максимальный пик продаж. Теперь давайте ответим на вопрос, а какой продукт обеспечивает наибольший объем продаж в каждой из продуктовых категорий. В этом нам поможет карта дерева. Перетащим график карта дерева. Поместим его внизу под точечной диаграммой. Добавим измерение. Первое измерение – это категория у нас будет. И второе измерение – это у нас будут товары. «Product». И добавим меру – это объем продаж. Мы видим, что максимальные продажи нам обеспечивают женская одежда и конкретно продукт «Мики». Нажимаем кнопку «Готово» и получаем наш дашборд, в котором мы видим продажи по месяцам, по годам. Видим, какие продукты нам дают максимальный объем продаж и прибыль, количество клиентов по страну и разбивку, какие товары нам дают максимальные продажи в каждой из категорий. Мы можем выбрать страну и все наши графики подстроятся под наш заданный выбор. Мы можем выбрать несколько стран. Также все наши графики подстроятся. Мы можем выбрать категорию женской одежды, посмотреть в каких странах больше всего клиентов, какие товары лучше всего продаются и какие товары дают максимальную прибыль. в какой месяц это происходит. Это все одним нажатием кнопки. И достаточно быстро и легко делается. Попробуйте сделать свои какие-то графики, добавить элементы.